Ребята, всем огромный привет! Меня зовут Катя, и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня, если честно, я не очень хорошо себя чувствую, у меня жутко раскалывается голова. Я подумала, что нужно взбодриться, нужно снять видео, и, возможно, мне станет легче, потому что, когда ты отвлекаешься на что-то, ты начинаешь заниматься делом, и, в общем-то, все налаживается. Сегодняшнее видео будет посвящено подаркам, либо пиар-рассылкам от брендов. Сразу скажу, что, во-первых, конечно, в последнее время стало больше всяких рассылок, больше всяких подарков от брендов, потому что канал стал по чуть-чуть расти, и многие хотят, чтобы я что-то показала на канале. Это очень приятно, потому что я начала сотрудничать с брендами, наверное, лет 6 назад. Весь мой инстаграм состоял только из книг, и мне это очень нравилось. В какой-то момент я поняла, что нужно расти, мне стали интересны другие вещи. В общем, так я стала развиваться, и канал стал расти в разных направлениях. Сейчас мне интересна мода, мне интересна косметика, фэшн, в общем, все вокруг этой истории, и плюс лайфстайл, конечно же, потому что без этого никак. Мне хотелось всегда, чтобы мой канал, он был разносторонним, то есть и поговорим с вами, и что-то распакуем, и какие-то модные штучки, и косметика, и душевные разговоры, чтобы он был такой, знаете, полноценный, и меня раскрывал с разных сторон. Мне это правда очень интересно и очень нравится. И, конечно, то, что сейчас мне пишут бренды, во-первых, их пишет достаточное количество, но я, наверное, отсеиваю 8 из 10 предложений сейчас, потому что часто пишут известные бренды действительно, но как бы это все, знаете, как будто сделка с дьяволом. То есть тебе не очень это нравится, но они что-то там предлагают, я на такое не соглашаюсь. Если я на что-то согласилась и показываю вам что-то, значит, это действительно мне понравилось и действительно имеет место быть. Это я прям вам говорю 100%, и некоторые бренды мне пишут, которым я сама готова заплатить и которым я, в общем-то, плачу, ну, в смысле, что я пользуюсь их косметикой либо их одеждой, и поэтому я с радостью принимаю такие предложения, которые вот как бы тебе и в удовольствие идут. Это видео больше такого, знаете, развлекательного формата, такое на расслабончике. Мы с вами посидим, попьем кофе и распакуем разные коробочки, разные посылочки. Тем более скоро Новый год, и я уверена, что некоторые вещи, которые я вам сегодня покажу, могут стать отличным подарком. Поэтому я надеюсь, что вам понравится это видео и приятного просмотра. Ребята, также подписывайтесь на мой канал, ставьте большой палец вверх этому видео и напишите несколько комментариев. Это очень помогает в развитии канала, и я не перестану вас благодарить за вашу поддержку, за ваше доверие ко мне и за ваше внимание. Большое вам спасибо за это. Ну и, конечно же, приятного просмотра. Давайте я расскажу историю вот этих вот коробок, которые вот здесь стоят. Раз, два, три, четыре коробки. На самом деле здесь всего два товара, и просто для эффектности, для какой-то, я выставила их друг на дружку, чтобы просто, может, вам было интереснее, приятнее смотреть. Здесь находится проигрыватель. Те, кто меня смотрит давно, либо меня знают, знают, что я очень люблю пластинки, я очень люблю все ретро, не знаю, штучки, все винтаж. Конечно, вот эти все истории для меня это прям история вдохновения, история любви сильной. У меня есть несколько пластинок, правда, всего лишь, не очень много, но они есть. Я не очень понимаю, как это работает, но у меня вот там стоит на столе проигрыватель от Кроссли. И в этот раз бренд Alive прислали мне все это в коробке Кроссли. Короче, я думаю, что это одно и то же, просто вот как, знаете, есть разное разделение, да, одного бренда, это тоже нормальная история. В общем, давайте покажу. Во-первых, вот в такой коробочке была колонка, она портативная, то есть вы ее заряжаете, и она у вас где-нибудь стоит, играет музыку и все такое. Я ожидала меньшего от этой колонки, и она оказалась гораздо лучше, чем я думала, если честно. Сейчас она у меня стоит иногда на кухне, иногда на прикроватном столике. Здесь очень хороший звук для такой маленькой колонки. Она стоит около 5000 рублей, и за 5000 рублей это неплохая колонка. Не знаю, есть ли лучше за эти деньги, честно, не разбираюсь, не буду рекомендовать. Но мне очень нравится, что она, во-первых, вот в таком винтажном стиле, она тяжеленькая, она приятная, очень классная. И здесь по блютусу подключается музыка, то есть вы свой телефон подключаете и слушаете с удовольствием музыку. В общем, это действительно классная вещь. И опять же, вот как раз-таки любителям винтажа или просто людям, которые любят музыку, для дома это прекрасная вещь. И знаете, не только для дома, вот, например, когда особенно большие съемки, большие фотосессии, и на студиях часто нет музыки, еще что-то. Вот классно иметь такую штуку под рукой, которую вы взяли, зарядили, поехали, и у вас где-то музыка играет. В общем-то, сам проигрыватель, давайте я вам покажу. Это проигрыватель вот от бренда как раз Alive, и он в черном цвете в коже. Вот так он выглядит. Мне очень нравится, как он выглядит. Я сейчас не знаю, какой мне оставить проигрыватель, вот этот или тот, который у меня стоит на столе. Честно скажу, мне нравятся оба, и вот муки выбора, вот я тот человек, которому сложно всегда что-то выбрать, на что-то решиться. Мне два нравятся, я просто хочу один подарить, а один себе оставить. И вот не знаю какой. Вот этот мне очень нравится, мне кажется, он тоже классно в мою комнату вписывается и подходит. Честно говоря, мне кажется, что и этот, и кросли, они, ну я уже сказала, да, что это одно и то же, просто разные подбренды. Очень крутой подарок для тех, кто любит музыку, для тех, кто любит пластинки. Это необычно, это очень с душой, это очень классно. Вторая посылка, которая для меня была очень важна, и есть такие вещи, знаете, которые для вас, ну такие особенные прям становятся. И для меня сотрудничество с брендами, это, в общем-то, особенная история. Я все эти штучки люблю с детства, и сотрудничество с брендами для меня это прям, вот знаете, как какая-то мечта у вас исполняется. Вот для меня это та же самая история. В этой посылке мои самые любимые духи в этом сезоне. Я вам клянусь, бренд называется Ex Nikila, или Ex Nigila, я не знаю, как читается. По-моему, это с латыни переводится как из ничего. И посмотрите на эту красоту. Я уже выставляла фотографии в своем аккаунте в Инстаграме. Вот такой вот аромат, они очень дорогие. Мне еще подружка написала на днях, буквально там до того, как мне прислали эти духи, что ей нравятся ароматы этого бренда. Я вообще не знала, что это за бренд. Потом мне они прислали его, у меня был шок. Я обожаю такие духи. Они напоминают мне мужские ароматы. Такие прям очень терпкие, такие дерзкие. И такое очень сильно люблю. И особенно в холодное время года эти ароматы просто. У меня теперь он ассоциируется вот с данным временем, да, года. С данной какой-то моей главой в жизни. Очень классные духи. Ну, конечно, очень дорогие. Знаете, это прям такая вот классная рассылка. И я сделала и фото, и видео в инстаграм. Меня действительно этот аромат вдохновил. Это никакой не платный пост. Они как бы ничего и не требовали взамен. Просто там, я не знаю, рассказать в сториз. Но если мне что-то искренне нравится, я действительно хочу это показать и поделиться с вами. Поэтому, кому интересно, можете посмотреть фотографии и зайти в инстаграме. Следующая рассылка от кинотеатра А-Медиатека. И что здесь находится? Они приглашали меня, по-моему, в октябре в Москву на премьеру вот этого сериала «Отыграть назад». Но так как я живу в Санкт-Петербурге, и было очень мало дней, там буквально 2-3 дня до премьеры, я никуда не поехала, написала им, что я в другом городе. Они сказали, что очень жаль, но мы все равно хотим подарочек вам небольшой сделать. И они прислали мне вот в таком пакетике от кинотеатра, ну, понятно, просто это открыточка, да, про сериал здесь написано. Он с Николь Кидман и Хью Гранта. Подарили вот такой вот сертификат на 30 дней, то есть можно 30 дней пользоваться сервисом. И самое главное, что здесь было, это аромат для дома, и он запахом яблочного пирога. Ребят, вот он у нас стоит уже третий или четвертый день. Это настолько приятно. Кстати, здесь написан бренд «Банка Хоум». Я думаю, многие знают его. Вот, видимо, они сотрудничают с медиатекой тоже. Вот яблочный пирог аромат. Ох, это так круто. Мы заходим с улицы в квартиру. Ощущение, как мой молодой человек говорит, будто бы у нас тут 100 яблочных пирогов просто по всей квартире расставлены. Это очень мило, это очень здорово со стороны сервиса. Такое внимание, как бы, ну, и они тоже взамен ничего не просили, но мне было интересно вам это показать здесь. Знаете, есть такие бренды, которые мне пишут, там какую-нибудь ерунду предлагают, но откровенную ерунду. И им нужен пост там согласованный, чтобы я согласовывала это с пиар-отделом несколько дней в студии. То есть я за свои деньги, это все, во-первых, я контент делаю, я большие деньги вкладываю в создание контента. Это аренда студий, там, я не знаю, даже доехать на такси, вещи, цветы. То есть одна съемка для аккаунта, для своего собственного, мне обходится, ну, мне может обойтись в 10 тысяч рублей. И там, знаете, выйдет фотография 9. Это, ну, это серьезно, я серьезно к этому подхожу. И периодически я устраиваю себе такие вещи, потому что я знаю, что я вкладываюсь в свое дело, я вкладываюсь в свой блог, и я хочу делать качественно. Конечно, это не каждый день происходит, да, у меня там одна съемка такая может быть раз в месяц, либо два раза в месяц. Но для меня это очень-очень важно. И я про то, я начала говорить, да, про то, что некоторые бренды присылают, я не знаю, крем для ног, хотят присылать тебе крем для ног. Ну, вот откровенная ерунда, ребят. Если мне нужен этот крем, я пойду в магазин и не буду позориться, куплю себе этот крем. И да, они просят согласованные посты, несколько серий в сториз, еще чтобы я показала на канале, еще чтобы я показала всю статистику, аналитику. Если недостаточно просмотров, чтобы я сделала дополнительный контент. Я все это, знаете, все смотрю, как на оскорбление какое-то. То есть и так, блогерам, которым присылают все по бартеру, каким я являюсь сейчас, мы как бы делаем бесплатную рекламу. Потому что для них ничего не стоит присылать товары. Я не к тому, что мне нужно платить деньги, я просто рассказываю вам об отношении некоторых пиар-отделов российских. К сожалению, это не очень хорошо. Следующий бренд, с которым мы очень хорошо подружились, у которых я уже купила самостоятельно несколько продуктов после их рассылки, это бренд Aja. И они прислали мне эту рассылочку в преддверии Черной пятницы. Я скину информацию внизу. Но они присылали мне что-то про скидки. И я найду ее, я прикреплю внизу всю эту информацию. Я у них выбрала вот эти три средства. Во-первых, это маска для жирной кожи. Называется Seba Regulating Mask. Ну, в общем, Seba Regulating Mask для жирной кожи. Ребят, я еще, по-моему, весной или летом снимала видео. Я даже не помню. И сказала еще, что это очень дорого, я бы не купила. Вот сейчас она у меня здесь подходит уже к концу. Я ей пропользовалась, по-моему, три, наверное, месяца. Если не больше, по-моему, даже больше. Ну, практически на ежедневной основе. То есть она очень экономична. Здесь вот есть такая помпа, на которую вы нажимаете. И она стоит около 6 тысяч рублей. Но, ребята, здесь 100 миллилитров. Раньше покупала где-то 30 миллилитров маски по йод за, или 50 миллилитров, ну, за тысячу с лишним. То есть, в принципе, это недорого, с учетом того, что вы несколько месяцев ей пользуетесь. И я лучше глиняных масок не встречала. То есть есть разные, да, эффекты, есть разные потребности. Чем мне нравится именно эта глиняная маска? Так как у меня комбинированная кожа, но склонная все же к жирности, когда я использую обычную глиняную маску, у меня все намертво может застыть. И вы потом даже пересушиваете кожу, и в итоге наносите вред. И мне очень нравится, что эта маска остается такой, чуть-чуть пластичной. То есть она не засыхает в такой камень, который начинает, знаете, трескаться. Нет, она остается пластичной, и это действительно очень классный продукт, который я могу рекомендовать. Но опять же, смотрите на свой бюджет. Но, по-моему, в преддверии вот этой черной пятницы, всей вот этой истории, там будет, по-моему, 20% скидки. Проверьте информацию внизу. Если она стоит за скидкой, то можете попробовать взять. Действительно, если вам бюджет позволяет, хорошая вещь. Потом взяла вот такой концентрат биоомолаживающий с маслом, зародышей пшеницы. Попробовать для лица. И взяла антицеллюлитный, или как он называется? Да, антицеллюлитный крем для тела. Я сейчас тренируюсь, я сейчас занимаюсь питанием, и всегда люблю поддерживать результат вот такими вещами. Не знаю, я еще это не пробовала. Кстати, вот эта маска в лаборатории находится в Швейцарии. Я даже этого не знала. Следующая рассылка от бренда Wannabe, и это украшения. И они прислали мне несколько украшений из серебра. У меня еще где-то от них есть маленький браслетик, не могу его найти. Но здесь, знаете, просто колечки, которые я вам показывала в Инстаграме. И вот такие сережки, которые мне очень нравятся. Они как бы на ушко цепляются и торчат вот такими хвостиками. Не помню, как правильно они называются. В общем, вот такие классные. Что, теперь одно из самого долгожданного. Это бренд Victoria's Secret, и для меня это просто как какая-то мечта или подарок на день рождения. Вы знаете, что у меня недавно был день рождения, и прям ощущение такого праздника. У них сейчас вышла новогодняя коллекция, и они подарили мне вот такой парфюм. Парфюм называется Heavenly. Он вот так выглядит. Здесь присутствуют нотки груши. Знаете, что-то такое сладенькое, что-то такое мне напоминает очень подростковые духи, когда они такие сладкие, игривые, такие легкие-легкие. Это очень в стиле Victoria's Secret, и вот такой вот, в общем, аромат они подарили мне. Давайте я покажу вам еще, что я дополнительно взяла у бренда, ну, точнее, я купила. Это пижама, от которой я просто не смогла удержать. Я ее сразу взяла, схватила. Посмотрите, какая расцветка у нее. К сожалению, это полиэстер, но все равно будет очень интересно ее испытать, попробовать. Я, скорее всего, вам в распаковках, либо в покупках товаров для дома покажу вам ее. Разверну в полный рост, я еще даже ее не открывала. Потом взяла вот такую резинку, кстати, она сегодня подходит к моему сиренево-фиолетовому образу и макияжу. Я даже не знала, что у них есть резинки, но она, знаете, такая прям, такая гладкая, очень-очень приятная. Она будет классно скользить по волосам и их не выдергивать. Из этого бренда будет тоже классным подарком подарить маме или подружке. Там сертификат подарочный, например, на скидку, либо какую-то пижаму или одежду для дома. Это тоже очень классно. Халат в стиле Victoria's Secret с надписью сзади Victoria's Secret. Я тоже вам его потом распакую, покажу. Он в розовую полоску, здесь плохо видно сейчас. Ну, такая она светлая, знаете, едва-едва уловимая. Он тоже из полиэстера, но он такой мягкий, что я просто не удержалась. Знаете, у меня еще есть такая идея снять видео, типа, красимся. В стиле Victoria's Secret или собираем образ. Я хочу сидеть в пижаме, либо в халате и вот сделать такие локоны, сделать макияж в таком стиле. Напишите, если было бы вам это интересно. Таких видео, конечно, в интернете очень много, но, может быть, вам будет это интересно. И мы снимем такое видео. Взяла еще под проездную карточку. Да, ребята, я не катаюсь на машинах, я катаюсь на автобусах. Поэтому взяла для проездной карточки вот такой маленький кошелечек. Он очень удобный, милый. И его можно прицепить себе, например, к ключам, чтобы не потерять. Либо куда-то в сумочку, чтобы он всегда на одном и том же месте висел. Тоже такая вещь, очень-очень удобная. И сколько она стоила? Сколько-сколько? Она стоила 1200 рублей, но такая штучка у вас прослужит просто, пока вы ее, знаете, вот, не дай бог, как говорится, не потеряете. То есть, ну, с ней ничего абсолютно не случится. Ну, тоже такая классная вещь от бренда. Друзья мои, на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если я была немножко вялой, я опять же повторюсь, у меня что-то сегодня вот самочувствие так себе. Но настроение при этом все равно прекрасно. Я надеюсь, правда, что вам понравилось, что вас это тоже как-то отвлекло, порадовало, расслабило. Не знаю, может быть, подняло настроение. Я желаю вам всем прекрасного дня, прекрасного настроения. Я вас всех обожаю, всех очень люблю. Спасибо вам за вашу поддержку. И увидимся скоро в следующих видео. Пока!